Джордж Клуни, объявим бойкот отелем Султана Брунея, принявшего жестокие законы против геев, Диадлини, США. Джордж Клуни, Диадлини, США. 3 апреля 2019 года. У Джорджа Клуни давние отношения с изданием Deadline, Диадлини, и они довольно часто выходят за рамки кино и телевидения. В колонке для гостей он призывает немедленно бойкотировать отель Беверли-Хиллз, отель Белли-Эйра и еще шесть отелей в знак протеста против закона, который откроет сезон охоты на ЛГБТ-сообщество в Брунея. 3 апреля занимает уникальное место в нашей истории. Теологи-астрономы расскажут вам, что в этот день распяли Христа. 3 апреля Гарри Трумэн подписал план Маршала, который стал, пожалуй, величайшей послевоенной интервенцией в истории человека. 3 апреля сделали первый звонок по переносному сотовому телефону. В этот день родился Марлон Бранда. Но 3 апреля этого года займет свое собственное место в истории. В этот день народ Брунея начнет забивать камнями и до смерти бичевать тех граждан страны, которые окажутся геями. Задумайтесь над этим. В потоке новостей мы видим, как мир сползает обратно к авторитаризму. Но этот случай особый. Брунея не очень важная страна. Ее население менее 500 тысяч человек, что очень мало по сравнению с соседними странами, такими как Филиппины, Малайзия, Индонезия. Но в Брунея есть нефть. В этом году Форбс поставил Брунея на 5 места в мире по размерам богатства. Молодцы. Но у них не было выборов с 1962 года, и они приняли самую радикальную версию шариата. Поэтому у них не все хорошо. Во главе всего этого стоит султан Брунея, который является самым богатым человеком в мире. Большая шишка. Ему принадлежит инвестиционное агентство Брунея, которое владеет несколькими шикарными отелями. Пару лет назад многие из нас объявили бойкот двум таким отелям, находящимся в Лос-Анджелесе. Это Беверли-Хиллс и Белл-Айр. Причина – обращение Брунея с геями. В определенной степени это было эффективно. Мы отменили мероприятие по сбору средств для дома престарелых киноактеров, которые много лет проводили в отеле Беверли-Хиллс. Также поступили многие люди и компании. Но как часто бывает с добрыми намерениями, волна возмущения проходит, потому что возникают сотни новых причин для возмущения, и отели постепенно возвращаются к своей повседневной работе. Именно на это делает ставку инвестиционное агентство Брунея. Признаюсь полностью окончательно, я останавливался во многих из этих отелей, в двух совсем недавно, потому что не знал, кто их владельцы. Это хорошие отели. Там работают добрые и услужливые люди, не владеющие никакой долей этой недвижимости. Но давайте скажем предельно ясно, всякий раз, когда мы останавливаемся в этих девяти отелях, проводим там встречи и иллюжинаем, мы кладем свои деньги в карманы тех, кто решил забивать камнями и бичевать до смерти своих собственных граждан за то, что они геи, или их обвиняют в прелюбодеянии. Брунея – это монархия, и никакие бойкоты не изменят принятые законы. Но неужели мы готовы оплачивать эти нарушения прав человека? Неужели мы будем финансировать убийства невинных граждан? С годами я понял, что кровожадные режимы нельзя пристыдить. Но можно пристыдить банки, финансистов и организации, которые ведут с ними бизнес, закрывая глаза на нарушения. Ниже я привожу список из девяти отелей. Каждый из вас сам решит, как ему поступить. Дорчестер, Лондон Парк Лейн 45, Лондон Куорт Парк, Британия отель Беверли Хиллз, Беверли Хиллз отель Беллер, Лос-Анджелес Ле Муриз, Париж Плаза Атени, Париж Шейден, Рим Принчи Пегисовое, Милан. Материалы на СМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции на СМИ. Продолжение следует...